друзья просите что прервалась очень приглашенная звезда просилась в эфир видите маркушек передавай привет передавай привет . очень очень просился папки устраивал веселые веселые деньки так вот здравствуйте я вам не рассказала коротенький фрагмент про карла ларсона как раз про его отношения в семье вот смотрите в тему как раз иллюстрация это их сын посмотрите тоже как он изображал семейный быт вот эти вот дети которые румяные которые белокуры это во многом как раз благоприятствовало созданию образа шведов даже в глазах самих шведов и крылас он его дом стали во многом образцом для шведов жизни люди стали люди стали оформлять свои дома в том стиле и сейчас например если вы будете приходить в гости к шведам то скорее всего никто не будет париться устраивать какую-то генеральную уборку вот смотрите сейчас я вам покажу картинку из детской смотрите какая девчоночки он разбросали какая-то одежда неприбранная кроватка а я вспоминаю например как когда к нам у родителей в гости приходили знакомы весь хрусталь перемыть все расчистить прочистить да манюнки да зайка а ушеда вы придете и там будет тоже ну да валяется кофта где-то ну да коврик немножко задрался помочь но считается что это нормально это жизнь что не надо из-за этого так манюня ой-ой-ой-ой-ой малыш что не надо из-за этого полностью менять все и отказываться от привычного образа жизни затем вот реальная картина реальное изображение видите папа карл в студии а мама с детками так сейчас малыш микрофончик трогает да да маркуша да да и видите как раз барельефы которые отражаются в студии и сами работы это как раз вот пример шведского подхода когда да отец работает и мама при этом работает занимается текстилем но и детьми они занимаются да малыш да маркуша ты у нас маленькая звездочка вот пример когда дети подрастают например любимая комната у них была комната где они все могли заниматься как комната для лени называлась и в этой комнате для лени как ни странно не занимались любимыми своими занятиями не могли там играть они могли играть в шашки или шахматы они вся семья могла там собираться и зимой когда темнеет рано вся семья могла собираться и например при свечах беседовать а вот как раз и образ помните в образе принцессы здесь как раз видно мама что мама у нас с малышочком вот малыш как раз виднеется и уже не в сказочном антураже в образе как раз как мама с малышом мама со своим ребенком затем рождество это рождество это самый главный шведский праздник вот у нас есть два главных праздника день летнего солнцестояния и рождество а принеси пожалуйста игрушку какую-то манюня манюня смотри маська смотри вот ты да маши себе в кранчик так вот на рождество шведы действительно сейчас украшают елки и рождество ждут все вот отчасти ради шведского стола во многих компаниях разрешено за деньги компании устраивать вечеринки устраивать вечеринки чтобы там был как раз шведский стол чтобы были посиделки и даже можно устраивать поехать куда-то как раз это налоговая позволяет сделать не облагаемо налогом а про наши налоги я думаю вы слыхали вот я как частный предприниматель к гид плачу порядка 50 процентов налогов это так очень в грубом приближении так вот рождество вот девочка я говорила что в регионе где жил колл ларсон одни из самых ярких национальных костюмов вот девочка как раз у нас сейчас увеличу вот она в национальном костюме яркий фартук такой чепчик и елка тоже украшена она вешает у нас свечку раньше вешали настоящие свечки на и на ель сейчас конечно с точки зрения пожарной безопасности у нас свечки не вешают у нас либо электрические свечки либо украшают просто какими-то конфетами и 13 января у шведов есть стране традиция она называется юльгран сплундрин по-шведски а если перевести на русский что дети разносят рождественское дерево потому что детям нельзя было трогать ничего что висит на елке но только 13 января когда считала что все официально уже рождество закончилось у нас тогда дети могли снимать все игрушки все конфетки орешки которые висели у нас на елке и тогда как раз это все доставалось им это был главный праздник я думаю для детей особенно если семья не богатая вот смотрите тоже так вот я вам уменьшенное изображение и сейчас клацну видите тоже изображение шведские флаги на ели это была вечеринка на рождество принято приглашать всю семью причем рождество здесь это семейный праздник вот у нас чаще празднуют новый год у шведов наоборот новый год это такое молодежь идет потусоваться где-то на вечеринку дискотека алкоголь потусить и так дальше или в клуб а рождество это как раз повод встретиться всей семье на манюнки так и встречалась вся семья и устраивалась вот такая вот вечеринка если вы будете в стокгольме вот на рождество это где-то 22 23 24 числа то просто вы идете по пустому городу некоторые люди добегая до рождественского рынка выпивают стакан глёга это местный глинтвейн и с чемоданчиками тут же сразу идут в направлении центрального вокзала потому что все разъезжаются по вот небольшим деревням к бабушкам дедушкам у шведов некоторых семьях даже происходят споры что в прошлом году мы встречали рождество у твоих родителей значит пасху хотя бы мы будем отмечать у моих родителей а тогда рождество будем следующем году моих родителей вы так узнаете держи делят праздники причем я видела вопросы о том что насколько шведы холодные люди насколько они сдержаны друзья они не холодные они не сдержанные у них есть свои социальные дистанции но семья для шведов это что-то чрезвычайно важное и вот в семье как правило очень теплые отношения вот отношение деткам они прям очень очень классно я сейчас открываю чат чтобы посмотреть вопросы которые были так по поводу того что жители стокгольма не общительные что с ними сложно друзья когда вы работаете со шведами или когда вы как-то взаимодействуете с ними регулярно то это такие же люди как и мы с вами просто действительно что шведы часто именно с детства устраивают свою социальную сеть вокруг что тут нет такого что ага мы на вечеринке вместе там допустим с анной карин покутили и все теперь мы с анной карин лучше дружбаны нет такого нет шведам надо часто гораздо больше времени для того чтобы установить именно теплые контакты теплые отношения но зато когда такие контакты есть то это просто потрясающие люди также как и в любой другой стране просто нам иногда это непривычно что это отличается от нашего с вами образа жизни так затем я вам хочу успеть немножко показать частично шведские традиции смотрите вот это вот летняя традиция видите детишки на лодках да мы маленький ассистент маленькая белокурая муза очень просился в эфир очень просился к вам друзья хотел передавать всем привет так вот что у нас на этой картине изображено но во первых снова березки да но это изображено по-шведски крефт хиво это посиделки с раками посиделки с раками у нас происходят в августе у шведов есть такая традиция вот как у нас говорят что богатый человек он ест рябчиков с ананасами круглый год а у шведов не рябчики с ананасами а раки вот это вот признак богатства шведы считают что раки так 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 ты бунтуешь так 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 манюня ты хочешь кресло любимое и книжки почитать да ну почитай книжки и у шведов раки это сезон начинается с восьмого августа и вот тогда у нас как раз во всех магазинах продаются мороженных раков но если вы живете за городом у вас есть доступ к озеру а у многих шведов он есть то тогда как раз люди ловят специальными ловушками раков и сами на ночь глядя начинают сидеть на до маркуша да мой ассистент подтверждает мои слова он всего он уже в этом году присутствовал при таких посиделках так вот раки ловится под вечер поэтому вот на закате забрасываются ловушки с каким-то тухлым мясом чтобы они на запах приходили и потом когда уже стемнело вытаскивать вот 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 я не была я была еще пока что в музее цорна они по соседству это вот андерс сорна и карл арсен это два друга они жили рядом я мечтаю попасть туда не уверена что мы в этом году с этим карапузом туда попадем но тогда будем ехать на следующее лето правда же изумительное место правда у нас сейчас его репродукции практически везде причем с его репродукциями есть какие-то жестяные банки есть какие-то да манюня есть небольшие домашние элементы потому что для многих шведов это действительно вот символ уюта и я хочу например в комнату вот этого карапуза парочку репродукций спасибо большое спасибо друзья хочу вот вот этому малышу как раз несколько репродукций работ карла ларсена и карл арсен это действительно вот я начинала с того что кто-то сказал что карл арсен это человек который нарисовал счастье он действительно нарисовал вот это вот счастье вот этот уют посмотрите какие у него детки волшебные как он изумительно с какой любовью он это рисовал вот эти вот изображения я лично могу рассматривать вечно и для меня потрясающий пример что это человек у которого жизнь она не всегда была такой радужной вот вот смотрите ой это человек который создавал свою жизнь который возможно был и непростой в быту но человек который помог всей нации сформировать то как можно жить который подарил новый взгляд на семью который стал дедушкой дизайна потому что вот эти вот светлые стены яркие элементы вот этот текстиль который узоры которые создавала карин сейчас просто невозможно представить ни один шведский дом без таких вот элементов яркие подушки яркий коврик яркая картина да манюня да маркуш и вот она мама карин мать семейства которая да вот я надеюсь что вам получилось немножко прочувствовать из шведов потому что для меня крыл арсен это художник который как раз рисовал не просто какие-то на заказ абстрактные темы это человек который изображал им быть своей семьи быть своей страны традиции своей страны дома нюнечко то кнопочка и при этом человек который помог своей стране сформировать новые традиции новый дизайн новые украшения новый стиль жизни и на этом я хочу поблагодарить всех вас за участие хочу сказать спасибо всем кто был тут с нами с марком видите моя маленькая муза тоже радостно поучаствовала спасибо вам большое друзья я постараюсь часть изображений выложить в stories а спасибо большое оставляйте свои вопросы комментарии под моим постом напоминаю что я буду разыгрывать подарочки между теми комментариями и спасибо вот вот мне тоже кажется что это то что приносит маленький кусочек солнышка в наш дом спасибо вам большое друзья и чудесных вам выходных замечательных выходных всего доброго всего хорошего друзья спасибо дамар говорит всем спасибо тоже пока пока спасибо друзья до свидания